приветствую вас на канале хастомания на шестисотках сегодня 6 декабря я попекировала первый сорт своих сеянцев первая партия так сказать и давайте теперь посмотрим что же произошло с ними как они подросли и что изменилось за это время 7 февраля месяц в месяц пролетел незаметно настолько быстро но время летит хост и растут значит смотрите чем я занималась на протяжении этого месяца что я делала со своими хосточка я рассаживала в крыночки пикировала вы видели вот так вот сейчас выглядят мои сеянцы им тесновато найти в тесноте да не в обиде периодически я выбираю самые интересные экземпляры и рассаживаю в отдельные горшочки вот так вот выглядят у меня коробочки которых я уже провела ревизии ну и выглядят вот так вот рассаженные мои хосты эти хосты я рассаживала уже отдельно саживала где-то 15 числах января потому что я увидела что довольно таки быстро они пустились рост поэтому дорогие мои сейчас я вам более подробно покажу какие интересные штрихи какие формы и от каких сортов мои сеянцы и как они выглядят мне хочется с вами поделиться потому что только хастаманы меня поймут что значит какой-то штришок что значит какая-то дымка я думаю что вам будет интересно как же за месяц изменились мои крохи как они подросли сейчас я более подробно вам все расскажу сюда мои ручки еще не добрались здесь еще не убрала ни единого сеянца я уже определила какие я отсюда заберу это сеянцы хосты эмеральд рувка великолепнейший сорт я его очень-очень люблю но сеянцы меня все получились принципе если так положить руку на сердце я так и думала что это будет желтые и зеленые я выберу отсюда пару зеленых сеянцев вот он такой вот плотненький он мне нравится и я выберу отсюда обязательно здесь вот два желтеньких у них очень очень интересная форма листика они с таким легким легким завитком то есть принципе есть шанс получить интересный с плотным листом кустик желтый и зеленый остальные пока порастут вот так вот в этой коробочке это самые самые такие простенькие сеянцы самое интересное впереди итак мои фавориты вулкана исланд я говорила еще в начале как только-только я видела первые всходы что это будут мои фавориты вулкана исланд каждый листик каждый сеянец неповторим допустим я вам покажу самое самое интересное хотя я понимаю что сократить свое видео я не могу потому что люблю все и каждый мне по-своему интересен вот этот вот очень оригинальный изначально он был зеленый и я совершенно не жалею что сохранила все сеянцы потому что потом в дальнейшем посмотрите вот видите жатость жатость и стрекетность то есть и пчелки и моё там периодическое метание с пыльцой и все-таки принесло свои результаты вот прекраснейший сеянец тоже в нем проглядывете вот как же на тени видите мне кажется вы стоите здесь вот рядышком и я вам показываю чуть ли чуть ли не как как вам сказать наклонись посмотри на вот видите какое идет этот желтый но краб краб вот краб тянется дальше посмотрим дальнейшем будет ли краб заходить на листик кто у меня из них еще а вот этот вот какой-то он дает невероятную сжатость не сжатость вернее а плотность лист настолько плотный знаете что рановато для его возраста имеет такой вот такой вот ну прям вот тут жесткий жесткий крабчик здесь немножечко заходит желкование это пройдет у него недостаточно сил он быстрее растет чем вырабатывает хлорофилл поэтому желкование скором времени она изменится на какой-то цвет то ли это будет желтый то ли это будет зеленым и со временем посмотрим посмотрите какой великолепный краб как он тянется по ножичке оставила а еще сегодня я что еще увидела вот этот капризулька он как-то не особо быстро нарастает но желтый и у него начинается вот такой вот легкий рюш по краю листа то есть это четвертый лист а четвертый лист нам приносит всегда какие-то интересные моменты то есть надо всегда дождаться четвертого листика 4 5 лист это уже какой-то о каком-то результате можно говорить из этих красавчиков млею млею просто млею мало того что растут великолепно оставила зеленый оставила все все до единого все сеянцы которые мне не жалею ни секунды два великолепнейших сеянцы что вижу здесь так это не на этом это вот на вот это здесь краб краб идет по обороту листа то есть по обороту листа он поднимается по жилочкам видите то есть мы возможен даже тут вариант что потом чуть-чуть подрастет и краб вот смотрите как просвечивается но смотрите ведь на ножички сейчас я постараюсь приблизить вот она вот она насечка моя то есть очень очень интересно наблюдать за этими сеянцами у меня там еще один совершенно крошечный есть он стоит не в этом общем контейнере здесь у меня тянуте которые поболее сейчас его принесу и покажу вам обязательно пока я подвину еще один контейнер с вулкана исланд и покажу вам постараюсь стоить вот штрихи видите штрихи они переходят у меня зеленые желтые где-то даже периодически бывают белесы ну и вот эти вот моменты ножичка ножичка красная ножичка это конечно моя любовь я всегда мечтала иметь стрекетную хосту желтую на красной ноге вот видите тоже крабчик то есть они совершенные крошечные но уже есть какие-то такие вот моменты которые завораживают и сейчас я принесу еще одного представителя этого сорта чтобы на этом перед после него перейти какому-нибудь другому сеянцу пытаюсь ловлю ловлю я снимаю на обычный телефон мне очень хочется вам словить все все какие-то вот знаете эти моменты возможно кому-то это будет интересно так крохи мои я пошла еще за одним вашим другом маленькое чудо я специально вот так вот поставила на просвет чтобы вы видели какой яркий краб у него у него прямо малиновый краб развивается он конечно не очень быстро почему-то но он заслуживает того чтобы подождать потому что у него листики получаются такая форма сердцевидная ярчайший краб малиновый и как видите вот не знаю как поймать у него штриховка у него штриховка получается нескольких цветов белый желтый плотный и зеленый на это все на желтом листики так что вот такое вот чудо у меня получилось на принципе каждый из них они растут они меняются так с вулкана исланд похвасталась перед другим сорт ловец взглядов что мы ловим какие взгляды мыло знаете удивительно удивительно то что это принципе размер хост заявленный небольшой там медиум дано ближе к смолу то есть принципе это сорт который но не не должен поражать своими размерами но сеянцы посмотрите как они стартанули самое интересное конечно я уже отсадила вот этот вот бутузик у меня зеленый то есть они зеленые но я оставила потому что мне интересна форма и мне интересно как же со временем он поменяется да то есть мы же знаем что во первых хоста сеянцы хосты не передают сортовые качества родители а во вторых они приобретают свои и с каждым годом они становятся более интересные значит этот я оставила вот я так специально поставила поставочка чтобы было поудобнее вам показать тоже кругленький листик вот такой вот бутузик довольно таки уже высокий сантиметров 10 вот красотулечка какая и один почему-то ну почему-то потому что это природа на высоких ногах желтый выходят желтый потом меняет окрас поэтому естественно я его оставила и посмотрим что будет а что-то тут я еще у него нашла где-то тут разворачивался листики мне показался какой-то штришок значит принципе из этого сорта я оставляю себе пока три сеянца вот они раз вот они два эти понаблюдаю может быть может быть еще вот этот вот он какой-то желтинкой шартрезом он дает оставлю вот такие вот красотушки лимон меренго интересные сеянцы получились это я отсадила наверное около трех или четырех штучек я уже не помню просто все вам не буду показывать те которых я вам говорила помните вот такой у него матовый налет вот смотрите сейчас я проведу видите вот вас к завоскован и с оборота листа он белый здесь я уже ерзала ерзала уже убрала вот видите здесь он совершенно белый то есть вот такие вот очень интересные довольно таки у него плотный листик потом какого предыдущего у меня есть представитель этого сорта я его оставила я его оставила потому что он желтый яркий и у него очень красиво меняется лист он становится удлиненный и просматривается желкование то есть принципе должна быть интересная желтая хвоста ну как по мне то должно быть что-то через годик-два это будет интересный экземплярчик и также от этого сорта оставила вот эту вот кроху знаете у нее такой интересный лист у него он видно будет таким мясистым плотным и уже сейчас глядя на него я понимаю что дальнейшем у него будет такой эффект на эти пластмассовых листиков это я так мечтаю то есть получается этот сорт да у меня в принципе все желтинкой сеянцы но разные по фактуре листа что-то глянец что-то тонкое что-то довольно таки вот плотная как вот этот вот сеянец и опять-таки мало того что он плотный он имеет завоскованность вот этот то есть у него оборот листа тоже белый видите вот он беленький такой сейчас я поверну кажется вы не видите вот он беленький такой это сорт лимон меренга коллекционный сорт коллекционный сорт джим мэтью самый необычный сеянец который когда-либо у меня был причем по поводу получения интересного сеянца вероятность чему вероятность равна я даже не знаю кстати я пикировала до этого отсаживала интересные сюда экземпляры вот видите это его братья они все совершенно зеленые один-единственный вот с таким вот желтым шартрезным листом в принципе у него тоже есть шанс быть отсажены ну а по поводу этого мне хочется вам поподробнее его показать я не знаю насколько получится но знаете получается он формирует как-то так лист однобока то есть с одной стороны есть желкование со втором желкование совершенно не просматривается опять-таки у него какая-то такая вот смотрите вы посмотрите вот видите то есть вот центр листа до центр центр центральная жилка от нее идут вот эти полосочки и у него получается сейчас конечно очень очень плохо видно это только я могу увидеть наверно сейчас я постараюсь приблизить здесь вот 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 я так замерла я практически не дышу если вы видите идет какой-то непонятный загиб и рюши не интересно будет посмотреть что будет дальше это самый оригинальный синиц который ну я получила за эти три года то есть вот он вот этот вот рюшик и все надея его увидела теперь я каждый божий день в лупу рассматриваю этот рюшик опять-таки кредит желкование центральная жилка она смещена то есть он формирует лист так как он считает нужным у него интересный глянец довольно таки плотный лист и наверное будет такая фонтана образная форма или вазообразная или фонтана образно ну посмотрим посмотрим у нас еще столько столько времени впереди до его до лета до лета там коньяна не перестану конечно за ними наблюдать так что джим мэтью дал мне вот такого вот детеныша sweet and sour кисло-сладко кто любит кисло-сладко я очень люблю кисло-сладко если честно и острая еще и острая люблю ну речь не об этом это единственный сеянец опять-таки стручке было три семечки я его опыляла я его берегла я посмотрела информацию про эту хвосту все что она красотуля может дать это спорт стручок ее не очень любит плодиться я так понимаю потому что информации про стручок нигде нет поэтому у меня 2 сеянец всего лишь от этой хвоста в прошлом году один и вот в этом году она меня порадовала она не дала три семечки из них зашла вот только одна выглядит она выглядит он вот так вот интересная штриховочка с трекетность есть ну вот вот такой вот медленно растущий между прочим потому что прошлогодний сеянец он очень-очень медленно развивался значит вот еще один сорт я вам показала и и сейчас я наверное перед а нет я вам сейчас еще один покажу поделюсь с вами своей радостью в прошлом году я купила сорт армании великолепнейший сорт очень красивая хоста и знаете она выбросила цветонос но цветонос был настолько слабый практически стрючочков совершенно не было потом я увидела что у меня есть один стрючочек и я решила почему бы нет это знак я забрала домой цветонос он у меня постоял короче цветонос вынянчивала и он все-таки мне дал две семечки и эти обе семечки у меня взошли посмотрите какой красивый цвет они совершенные крохи есть небольшое желкование ой и желкование нет это крабчик на ножичках ну пока пока мне нечего сказать не очень просто хочется вам показать что все-таки да таки действует формула сладкой воды то есть в принципе даже совсем сала бы слабый цветонос но дал мне семя которое взошло значит сорт армании совершенно зеленый очень-очень глянцевый лист видите как отражается цвет лампы и желкование пока у меня совершенно не просматривается обязательно покажу потом попозже когда он подрастет мне самой очень интересно что в конечном итоге будет с этим сеянцем с этими двумя я надеюсь они оба у меня выживут хотя смотрите да здесь листик удлиненный здесь листик с носиком то есть они будут совершенно разные хотя детки одной мамочки крис мастри гала коллекционная хоста стрекетная хоста с невероятно красивым листом с прекрасной фактурой плотный лист сжатый лист со временем правда знаете честно скажу в этом году она меня не порадовала такими яркими яркими штрихами посмотрим как она мне будет вести себя следующем году но она меня порадовала количеством семян семян из этих семян вот это все они мои какого-то все детки и и сеянцы оставила все зелененькие потому что смотрите здесь круглый лист здесь удлиненный лист здесь просматривается желкование то есть всем зеленым пока даю шанс проявиться потом через пару лет что мне кажется что в принципе будет очень-очень красивая по фактуре хвост и у боги очень малое количество по сравнению с тем которое у меня было прошлом году меня четыре стрекетных от этого сорта но они все совершенно разные все совершенно разные начну с самого такого в котором я уверена на сто процентов что это будет что-то великолепное желтый стрекетный с красивой штриховкой штриховка сначала она выходит такой желтинкой потом она приобретает белый цвет посмотрим дальнейшем будем наблюдать как она будет меняться но в принципе в принципе очень-очень неплохой по своему окрасу сеянец один оставила зеленый который принципе штриховка у него есть есть штриховка но она очень слабая может быть ему чего-то пока не хватает пусть пока подрастет со временем я думаю что-то поменяется в лучшую сторону может быть он как мама его в этом году не захотела меня радовать своим красивым окрасом ну и он туда же вот такой вот и два два маска я вам уже предыдущих видео показывал они очень медленно растают но не все прекрасно с корневой системой все великолепно у них но из-за того что хлорофилл не вырабатывается в полной мере они очень медленно растут но не настолько интересные в них столько белого я не знаю как как что будет дальнейше посмотрите вот этот у него такой глянец я немножко увеличила потому что они действительно не очень маленькие видите вот я ставлю свой палец то есть по сравнению со всеми остальными развитие просто бой какой маленький ну и вот это вот крошечка видите вот 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 есть крапчик у нас то есть вот такие вот у меня сеенцы получились я считаю что они прекрасные для меня они прекрасны я делюсь конечно же с вами я обещала все показывать все рассказывать вот такая вот прелесть у меня растет знаете это у меня дома всегда весна потому что у меня всегда что-нибудь растет то ли что-то проклевывается то ли еще какие-нибудь интересные даже огурцы в этом году что-то мне так знаете я взяла посеяла два огурца теперь у меня есть четыре огурца по два сантиметра мне так интересно как они развиваются но сейчас речь не о них конечно итак дорогие мои я вам показала рассказала что у меня произошло за этот месяц я знаю что кто-то посмотрит видео скажет боже мой она ничего не сказала как выращивать что выращивать давайте я вам открою маленький секрет ссылочки в описании к этому видео я обязательно оставлю ссылку на видео предыдущего года на плейлист и там вы найдете все информацию потому что по большому счету ничего не меняется технология выращивания посева она всегда остается в принципе стандартной не надо искать какие-то новые способы если есть хорошо проверенные старые а я прощаюсь с вами до следующего видео я буду по вам скучать я вам обязательно покажу какой результат я получу в дальнейшем потому что вот эти вот эти вот лапочки с которыми я провожу каждый божий день рассматривая их мне кажется что они знаете они любимы мной и мне хочется чтобы вам было интересно за ними наблюдать я прощаюсь с вами до следующих встреч на моем канале спасибо 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 Продолжение следует...